Всем привет! Вы смотрите Универ Ньюз и о самых свежих новостях прямо сейчас расскажу я, Анастасия Иванова. Сегодня в эфире. Лицеисты КФУ разработают собственного телеграм-бота. В Казанском федеральном решают, как обеспечить жилье мусульман в соответствии с нормами шариата. Юань и доллар. Что происходит в мировой экономике? В Казани стартовал первый республиканский образовательный атихокатон для школьников и студентов. Участие в мероприятии принимают учащиеся лицеи в КФУ. Им предстоит разработать собственного телеграм-бота. С 2 по 3 февраля в айтипарке проходит первый республиканский образовательный айтихокатон для школьников от 14 лет и студентов. Хокатон – форум разработчиков, во время которого специалисты из разных областей разработки программного обеспечения совместно работают над решением какой-либо проблемы. Очень классно, что вы в своем возрасте уже пытаетесь соревноваться в этом вопросе. То есть пришли на этот хокатон и с удовольствием хотите сделать какой-то, может быть, продукт, решение за очень короткий промежуток времени. Участниками мероприятия стали 15 команд, учащихся в возрасте от 14 лет со всего Татарстана. В течение двух дней они будут создавать телеграм-боты под различные задачи. Ребята будут разрабатывать реальный продукт. Это бот для студентов Матиталантов, который будет сопровождать их на этапах обучения Матиталантов. И бот для Айти Академии по сопровождению их участников по курсам, ориентации и навигации. Ответственно, сегодня они будут разрабатывать такие первые пробные продукты. Завтра они эту работу продолжат. Мы отберем команды, которых впоследствии возьмем на сопровождение и будем уже их вести в путь до реализации этого продукта. Стоит отметить, что участия в Акатоне принимают и учащиеся лицеев Казанского федерального университета. Четыре участника из Айти-лицея и один участник из лицея Лобачевского. Создадим конкретного бота, который будет помогать студентам в реализации их потенциала конкретно в Университете Талантов. То есть, допустим, они смогут общаться с экспертами в рамках этого бота, получатся какие-то ответы на свои вопросы, которые им будут нужны. Нас изначально выставляли сюда как победителей, то есть ни на что иное, кроме победы, мы не рассчитываем. Стараюсь участвовать на всех актандах, которые я вижу, на которые могу зарегистрироваться. Это дает опыт, новые знания, новые знакомства, общение с наставниками, с экспертами. И просто возможность проявить себя как разработчик, как начинающий программист. По результатам защиты проектов победители получат приглашение стать студентами Университета Талантов, а также сертификаты на обучение в IT-академии. Диана Шилова, Владимир Нелюбин, Универ Ньюз. За одним столом собрались эксперты исламского права, религиозные деятели, юристы и экономисты. Поводом встречи послужил вопрос обеспечения жильем мусульман в соответствии с нормами шариата и права Российской Федерации. Подробнее расскажет Анна Глазунова. Привычные кредиты и ипотеки для жителей нашей страны давно уже стали обычным делом. Но по мусульманским законам жить под проценты – это большой грех. Служители ислама считают, что большинство предметов, ради которых люди берут кредит, автомобили, мебель, одежда – это предметы роскоши. А истинно верующий мусульманин должен уметь жить исключительно на те деньги, которые он сам зарабатывает. Над решением жилищной проблемы мусульман задумались и в Казанском университете. В Институте управления экономики и финансов КФУ состоялся круглый стол, посвященный проблемам поиска альтернативных моделей финансирования жилищной сферы, которая бы соответствовала исламским канонам. Сегодня эта проблема очень назрела в нашем обществе. И мы понимаем, что на фоне драматического роста цен на жилье и одновременно снижения платежеспособности населения, мусульманского сообщества в том числе, вопрос обеспечения жильем мусульман сегодня становится особо актуальным. Мероприятие направлено не только на постановку проблемы, но и на ее решение. Сегодня мы готовы предложить конкретные научно-практически проработанные модели реализации исламского финансирования в условиях Российской Федерации. В круглом столе приняли участие ведущие эксперты Татарстана в области права и экономики, исламского права, религиозные деятели, представители крупнейших застройщиков жилья. А по скайпу участники общались с экспертами из Казахстана, Голландии и Малайзии. В таком масштабе мероприятие проводится впервые. Сможем выработать механизмы абсолютно дозволенного, Богом дозволенного пути именно обретения того же жилья или той же недвижимости. Поэтому является крайне важным объединение усилий научно-экспертного и предпринимательского сообщества, а также мусульманского духовенства для решения проблемы в соответствии с нормами шариата и права Российской Федерации. Наиболее жизнеспособная форма приобретения жилья, по мнению экспертов, будет создана при поддержке крупного надежного застройщика. Рассмотрение проекта программы рассрочки на приобретение жилья, дозволенной мусульманам, пройдет ориентировочно в марте. Анна Глузнов, Владимир Нелюбин, Универньюз. Юань укрепляет свое положение на мировом рынке. Сейчас китайская валюта является одной из пяти главных валют мира. Как Китай планирует бороться с долларом, об этом вы узнаете прямо сейчас. Долларизация экономики препятствует проведению независимой денежно-кредитной политики, что снижает ее эффективность и влияние центробанков. Китай уже начал борьбу с американской валютой. Курс юаня укрепился к доллару до максимального уровня за два года. В октябре 2016 Международный валютный фонд добавил юань в корзину резервных валют, используемую для расчета специальных прав заимствования. Это позволило стать юаню одной из пяти главных валют мира, а также интегрировать китайскую экономику в мировую финансовую систему. Китай занимает первое место в оборотах мировой торговли. Государство планирует перевести торговлю нефтью на китайскую валюту, в обход доллара. В случае перехода на юань всех торговых операций Китая, доллар значительно ослабит свое положение. Укрепления юаня достигнуты и благодаря Европе. Центральные банки Германии и Франции подтвердили, что часть резервных финансов была переведена в китайскую валюту. В юань также инвестировали банки Бельгии и Словакии. Банк Испании заявил, что планирует инвестировать в юань. Это вызывает дополнительный спрос на юань. Это дает возможность привлечь иностранный капитал в государственные ценные бумаги, выпускаемые китайским правительством. Это укрепляет, увеличивает устойчивость китайской финансовой системе и в том числе международное положение китайского правительства. Проблемой для перевода валюты в свободную конвертацию является сам Китай. Власти страны не отпускают контроль над юанем. Это затрудняет выход валюты на международный рынок. В случае снятия ограничений экономика Китая пострадает. Однако процесс интеграции юаней в мировую торговлю уже стартовал. Артем Тупичкин, Универньюз. Сын Фидели Кастро покончил с собой на Кубе. Об этом сообщают местные СМИ. За несколько месяцев до этого случая врачи диагностировали у него тяжелую форму депрессии. Новость, которая потрясла весь мир. Старший сын Фидели Кастро 1 февраля покончил жизнь самоубийством. На протяжении нескольких месяцев он находился под наблюдением группы врачей из-за тяжелой депрессии. Его отец, известнейшая личность, Фидели Алекандр Кастро Рус, кубинский революционер, государственный, политический и партийный деятель, руководивший Кубой с 1959 до 2006 года. При его правлении произошел известный в истории Карибский кризис. Напряженное политическое и военное противостояние случилось между Советским Союзом и Соединенными Штатами из-за размещения США ядерного оружия в Турции. А впоследствии на Кубе произошло размещение военных частей подразделений вооруженных сил СССР. Техники и вооружения, включая ядерное оружие. Считают, что кризис мог привести к глобальной ядерной войне. О Фиделе Кастро написано множество книг и снято огромное количество документальных фильмов. Кто-то называл его народным лидером Куба, а кто-то одним из самых известных диктаторов в истории человечества. Лидер Кубинской революции Фидель Кастро ушел из жизни 25 ноября 2016 года в возрасте 90 лет. И вот буквально спустя один год и три месяца умирает его старший сын доктор наук Фидель Анхель Кастро Диас Балард. Сын Фидели Кастро ушел из жизни в возрасте 68 лет. Последние годы Кастро-младший был советником по науке Государственного совета Куба и заместителем президента Кубинской академии наук. К Кубу и Казанский федеральный университет связывают давние отношения. Многие кубинцы являются студентами КФУ. Старший сын Фидели Кастро и сам в апреле 2015 года приезжал с визитом в Казанский федеральный, где познакомился с работой университета, а также посетил Центр симуляционного и имитационного обучения. Анна Глазунова, Универньюс. Субтитры создавал DimaTorzok